Более 9 миллионов рублей составляют долги жителей Ишкаралы за тепло и горячую воду перед филиалом Риэл и Чуваши Энергосбыт+. Сумма значительная и решение проблемы требует принятия соответствующих мер. Одним из эффективных способов воздействия на должников по-прежнему остаются рейды, которые энергетики проводят совместно с приставами, а также представителями управляющих компаний. Визитом судебных приставов рады редко. Вот и житель дома по улице Прохорова в Ишкарале сразу же занял принципиальную позицию. Пройдемте? Куда? Квартиру. С чего это вдруг? Я что, Краснова что ли? Нет. Мы соотношения не имеете. Вы пройдем туда? Вы проникаете? Я с полицией вызову. Нет. Сейчас подождите, я полицию вызову. Подождите, проникаете. Вы кто вообще? Мы судебные приставы. Сейчас полицию вызову. На стаймах до проникновения в квартиру. Ну сейчас дайте я зайду. Кто-то, кто-то, кто-то. Чего это? Чего у меня? Пусть, 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 пусть. Объяснять мужчине, что он препятствует работе сотрудников ведомства, исполняющих судебный приказ, пришлось даже полицейским, которых сам же разошедшийся гражданин и вызвал. Правда, и здесь без сложности не обошлось. Смотрите, я вам сейчас объясню. Если должник, вы успокойтесь. Это понятые. Не трогайте ни понятых, ни исполнителей, еще раз вам говорю. Вы не слышите, наверное, меня. Вы не исполняете законы. Не марина. Не трогайте. Не трогайте исполнителей руками. Я сказал, чтобы не заходил, и ты тоже не заходи. Выйди вообще отсюда. Долг по этой квартире более 19 тысяч. Причем числится он за женщиной, зарегистрированной здесь. Кем приходится ей и на каком основании проживает в этой квартире возмущенный мужчина, так и никто не смог достоверно объяснить. Итог арест имущества. Такая мера, наряду с ограничением горячей воды, заставляет должников как можно скорее оплатить счета. Кстати, управляющие компании могут применять еще один способ воздействия – установку заглушки на канализационную трубу. Доводить дело до таких неприятных последствий не хочется. Поэтому энергетики и призывают горожан платить вовремя. А «Энергосбыт Плюс» даже проводит специальные акции. Так в акции «В новый год без долгов» могут принять участие все физические лица клиенты компании. Для участия в акции необходимо до 25 декабря погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы, внести досрочный платеж за декабрь при оплате ноябрьской квитанции. После этого клиент автоматически становится участником розыгрыша ценных призов. Призы или суды – выбор, конечно, за клиентами. Но, безусловно, верным является первый вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова